наступило время когда мы будем с вами исследовать писание и важно чтобы мы могли настроиться на слышание божьего слова поэтому я приглашаю сидя чтобы мы помолились небесный господь и бог благослови нас сегодня когда мы будем слышать твое слово говори к нашему сердцу во имя христа я прошу и пусть ничьё сердце не будет равнодушным благослови нас аминь сегодняшнюю проповедь если вы смотрели анонс я назвал мы особенные кто-то скажет мне что возможно дерзко вот так мы заявили о себе мы особенные но знаете вот с особенностью мы сталкиваемся наверное самого раннего детства я вот вспоминаю когда я себя почувствовал особенным это в далекие-далекие годы когда наверное был в третьем классе кто вот моего возраста или старше он понимает о чем я буду говорить был особенный такой момент когда нас посвящали в пионеры старшие люди знают что такое по им пионеры это особая организация тебе надевали красный галстук ты давал клятву быть всегда готовым всегда готов да там такой был и это все так обустраивалось так красиво нас посвящали вот сейчас это украинский дом на европейской площади а тогда это был музей ленина там была огромная статуя по-моему 6 метровая ленина нас выстроили всю весь наш класс причем перед этим нас запугивали что вы смотрите сначала только достойные самые пойдут только отличники смогут пойти потом достойные но не очень то есть кто не такие отличники а потом самое недостойное троечники и двоечники те вообще не знаем будут ли они или не будут но потом оказалось что все достойны всем классом и отличники и троечники и даже двоечники всех выстроили рассказали надели галстук я помню как я с этим галстуком ехал вот через весь город потом я приехал домой забыл ключ ждал родителей вот мы в общежитии жили и я помню как я с этим галстуком вот так стоял что все видели что я вот я я особенный вот этот момент когда ребенок ощущает что мы вот был я просто школьник а теперь я пионер и особенный и особенный как-то мы семьей отдыхали в одессе и увидели еще одних особенных людей как мне объяснила дочь проходил в одессе фестиваль аниме аниме да уже больше к молодому теперь поколению обращаюсь они понимают и там люди одевались в этих героев анимационных фильмов они были какие-то особенные они были разукрашены они были в какой-то яркой одежде я вообще не понимаю про что идет речь на кого они похожи но они были явно странные они фоткались друг возле друга но явно они подчеркивали что на фоне вот отдыхающих которые в шлепках и ходят там шортах или в летних платьицах они были особенные они каким-то особенным видом отличались друг от друга богатые люди тоже подчеркивают свою особенность когда поднимают свой статус у них есть свои клубы где они отдыхают там высокие цены обычные люди или простые люди туда не могут попасть свои магазины свои клубы фитнес-залов где только премиум класс и только богатые люди могут там отдыхать свои супермаркеты и своя одежда я помню как мой друг рассказывал своем сыне который пробивался в бизнесе и хотел достичь многого а еще ничего у него не получалось он только-только хотел вот пробиться в какую-то в эту сферу и те сбережения которые у него были которые накопил он потратил на то что купил туфли из травсиной кожи и какие-то часы брендовые больше денег не осталось вообще ни на что у него да и когда отец им говорит ну что стоило либо так вкладываться вот вот в это он говорит папа ты понимаешь там принимают по одежде это особенность это некий статус поэтому наверное люди сразу видят что страусиная кожа они они свиная да как-то на это обращают внимание когда мы говорим об особенности что мы я ведь говорю об особенности мы как христиане и вот здесь нам уже как бы нечем гордиться страусиными туфлями статус нас христианина как особенного человека он очень замаран мы не чувствуем себя такими статусными достойным вот человек который ходит в брендовой одежде с дорогими часами он чувствует что он какой-то особенный человек который принадлежит какой-то группе организации он чувствует что он вот они они находятся возможно христиане мы где-то на фоне этого большого мира приглушенные ощущаем момент своего значения кто мы такие когда ты говоришь что ты христианин во многом люди не говорят вау как круто в лучшем случае то есть ты не чувствуешь статуса вау христиане это так престижно в лучшем случае люди просто удивляются или как бы нейтрально ну хорошо худшем случае какая-то может быть реплика который не будет очень красить тебя современный мир агрессивно настроен против статуса христианина который был высоким статусом современные фильмы сериалы всячески унижают человека который верит в бога и это влияет на наш наше сознание когда и мы где-то боимся сказать что мы даже себе что мы христиане но мы действительно в глазах бога особенное и нас не отличает особенность эту нам дает не страусиная кожа не то что мы носим какой-то особенный галстук а что-то больше на этой неделе мы изучали послание павла ефесянов это мое одно из самых любимых посланий особенно первая часть апостол павел имел тоже статусность кто знает что за статусность была у павла он имел римское гражданство римское гражданство это особенные люди помните эпизод когда павла наказали не спросив о его статусе и потом когда узнали что он римский гражданин то сотни которые он наказал дико извинялся и там пришла целая делегация дико извиняться потому что римский гражданин это был как бы самой римской империи человек с особым статусом их нельзя было просто так казнить их нельзя было просто наказать должен был особенный был суд поэтому павел будет потом просить суда у кесаря помните и на его требования будут реагировать потому что он имеет мандат я римский гражданин помните там же этот сотник когда будет вопрос когда он узнает что павел был римский гражданин он будет и говорит, за сколько ты денег его купил. То есть уже в период Павла происходит коррупция, когда вот этот статус можно было приобрести за деньги, но за большие деньги. И сотник, он рассказывает, что он получил это за большие деньги. Павел же говорит, я родился в этом статусе. То есть родители были римскими гражданами, и получил он этот статус от них. То есть вот он статус. Но Павел только в этом эпизоде вспоминает о своем гражданстве. То есть этот статус он поднимает только тогда, когда вот нужно было защитить свою жизнь и свою честь. В остальных случаях, читая его послания и книги, вы будете видеть, как он несет совершенно другой статус, особенности. Я раб Христов. Я Божий человек. Я тот, кто уверовал в Иисуса. В глазах Павла статус быть христианином совершенно иной, чем просто римский гражданин. Когда мы читаем послание к Ефесянам, он пишет его в темнице. Он был арестован за то, что он проповедовал Евангелие. На него натравили иудеи, что он оскверняет храм, и что он учит против еврейского учения, восстает против римлян. И Павел находится в темнице. Вообще в темнице находиться очень жутко. Если вы были в Соломинском СИЗО, а лучше вам не быть, то это все удручает. Когда ты ходишь по этим коридорам, когда ты находишься в камере, ты понимаешь, что люди там вообще в другом статусе. Вот Павел находился на самом дне. Он арестованный. Он находился в темнице. И тем не менее я себе задаю вопрос, почему Павел, находясь в очень тяжелых жизненных обстоятельствах, не сломался? Почему многие христиане, которые жили на много сложных условиях, чем мы с вами, мы находимся, наверное, на границе этих моментов переменок отношений к христианству, когда мир кардинально разворачивается агрессивно против христианства. А Павел жил в этой среде, когда христианин, его лишали социального статуса, когда он не мог на рынке продавать, когда он не мог заниматься бизнесом, когда лишали его возможности даже жить вот в этом городе, и он должен был переезжать. И тем не менее ты думаешь, почему эти люди не сломались? Вот внутреннее осознание своего статуса. Кто я? Мы в глазах Бога особенные. Мир считал Павла ничтожным. Он знал, что Бог его считает особенным. Я бы хотел вместе с вами прочитать вступительную оду Павла об особенностях. Это первая глава. Полина сегодня читала этот отрывок, но я хотел бы, чтобы мы теперь через призму особенностей прочитали, что Павла в темнице вдохновляет не сломаться, не чувствовать себя каким-то никчемным на фоне богатых людей или никчемных на фоне каких-то брендовых вещей, что ты не таков. Статусность Павла в другом. Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми благословениями небес. Ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными ими детьми. В этом проявляется вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном им. В Нем мы получили искупление, Его кровью и прощений грехов. По Его безграничной благости, которую Он щедро наделил нас, со всякой мудростью и знанием Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, чтобы в определенное время объединить все небеса на земле под властью Христа. В Нем мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Бога, совершающего все в мире согласно Своей воле и Своим целям, чтобы мы, первыми возложившие надежду на Христа, послужили к Его восхвалению. В Нем и вы, услышав слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему для похвалы Его славы. Я читал в новом переводе. Вот с этого начинает Павел свое послание. Люди плачут. Он дальше будет в третьей главе говорить, не плачьте обо мне, не надо журиться. Он начинает свое послание вот с такой оды хвалы и подносит статус. Вы понимаете вообще? Вы переживаете обо мне, что я сломаюсь, а я вам пишу, чтобы вам напомнить, кто вы такие, что вы особенные. В этом мире, может быть, нет. Но в глазах Бога невероятно особенные. В чему мы особенные? Апостол Павел в этом отрывке говорит, что Бог нас благословил всеми благословениями небес. Вы обратили внимание, благословениями какими он нам дал? Я бы хотел, чтобы Павел написал благословениями небес и земли. То есть подразумевалось бы, чтобы христиане, ну, должны быть всегда богатыми, всегда успешными, всегда крутыми. Но апостол Павел делает акцент, что вот земная жизнь, она у всех по-разному пройдет. Но благословения небесные в этом самая большая ценность. Мы помним, что когда Каин совершил убийство свое, он стал искать благословения земное. Он не искал благословения небесного. Он построил город. Город стал местом торговли. Там начала процветать экономическая жизнь. Но следующий его брат Сив не построил город. Был пастухом, был странником. Как бы напоминаю, что эта земля грешная, и мы скоро, мы на ней странники. Мы рано или поздно, через 40, 50, 60, кому как, все равно уйдем. Поэтому он прожил свою жизнь пастухом и приходил, в особенные дни приходил к вратам рая, чтобы принести жертву и помолиться Господу. Каин избирал земное благословение и не приходил к вратам рая. А Сив приходил к вратам рая и поклонялся ему. Вот здесь делается для нас важный акцент, который нас разделяет кардинально с этим миром, и который мир не воспринимает. Если нет дорогой тачки, если нет крутой машины, если нет шикарного отдыха, если нет этого, ты никто. Но какой важный акцент делает? И в крутых тачках, и в крутых машинах, и на крутых отдыхах умирают люди. И никакая крутая тачка, никакой премиум-класс, и никакая карточка золотая не сделает самое важное. Не дадут тебе жизни вечной. Поэтому Павел делает акцент. Да, я нахожусь в тюрьме. Да, я под угрозой смерти. Но я знаю, что Бог меня благословил всеми благословениями небес, которые невозможно купить за римское гражданство. Поэтому он и говорит нам. Вы особенные. У вас есть то, чего не может купить и приобрести этот мир. Когда мы читаем этот отрывок, я увидел 7 благословений, которые апостол Павел перечисляет, чтобы ободрить христиан. Он это перечисляет и для нас, чтобы мы, зашоренные этим миром, который сходит с ума по материальным благам, не забыли, что мы особенные и 7 благословений, которые нам дает Господь. Первое благословение. Бог избрал нас. Бог нас избирает. Помните, Господь будет говорить Израилю, ты валялась у дороги, выброшенная, в грязи и в своих испражнениях. Ты была брошена на то, чтобы умереть. Но я нашел тебя и подобрал тебя. Я избрал тебя. Мы настолько привыкли, что мы христиане, что это как бы само собой разумеется. Особенно, кто родился в христианской среде, для них это как норма. Мы христиане. Но статус тебя избирает Бог. Тебя избирает Бог. Как помните, книга «Песня песней» описывает любовь Суламита и Соломона. Помните, кто была Суламита? Простая крестьянская девушка, которая собирала виноградники. Ее увидел великий царь, богатейший царь Соломон. Что светило Суламите? Даже при всей ее красе ей светило выйти замуж за то же какого-то крестьянина и также работать дальше на винограднике. Но ее замечает царь. Мы убираем историю с тысячу жен, берем саму просто самую суть. Ее избирает царь. Он влюбляется в нее. И она становится царицей. Книга «Песня» описывает венчание, когда там идут тысячу девиц, которые поют и славят. Она была просто обычной крестьянской девушкой. И тут она стала царицей. Ее избрал царь. Друзья, христиане, братья и сестры, не забывайте, что на нас обратил внимание Бог. Бог, который создал вселенную. Бог, который создал этот мир. Среди тысячу миров мы как маленькая песчинка. Как помните, Давид говорит, «Кто такой я, человек, что ты обратил на меня внимание?» И вот Бог обращает внимание на Настю, на Андрея, на Владимира, на Николая, на Светлану. Он на вас обратил внимание. Как тот Соломон увидел среди тысячи девушек, увидел ее одну и сказал, «Я хочу, чтобы она была со мной». Мы особенные, потому что Бог взирает на нас. Священное Писание говорит, что самое большое благословение – это благословение, когда Бог смотрит на нас. Он нас избирает, и Он на нас смотрит. И самое большое проклятие, когда мы, может быть, богаты, или мы, может быть, променяли Бога или церковь, променяли жизнь христианскую на что-то, что нам предлагает земное благословение, но Бога там нет – это смерть. Это гибель. Интересно, что Библия говорит, что Он настолько нас любил, что избрал нас до создания мира. Апостол Павел так говорит. Он изначально был так настроен, что понимал, что мир падет, и Он даже нас, несовершенных, уже до падения мира избрал. Он не сказал, Владимир, ты должен стать хорошим. И только тогда, возможно, когда ты станешь хорошим мальчиком, я, возможно, подумаю, будешь ли ты со мной или нет. Как Бог по-другому. Он избирает нас тогда, когда еще мы не стали хорошими. В этом большое преимущество. Он нас любит грешными. Вы понимаете, мы входим в статус тех людей, которых Бог также избирал. Авраама. И вы становитесь на эту планочку. Он также вас избрал, как Авраама. Иосифа. И Он также вас ставит на эту планку. Вы, как Иосиф, как Давида, которого Бог избирает. Или Елисея, который плугом занимался, обрабатывал землю, а потом Бог его через Илью говорит, придем со мной. Или как апостолов, которого каждого призвал Господь. И вот вы здесь не потому, что вы родились в церкви, а потому, что вас избрал Бог. В этом статус. Кто вне стен, их Бог не избрал. Вернее, Он хотел их избрать, но они не разрешили им это сделать. Второй момент. Друзья, второй момент нашей значимости или статуса. Почему мы особенные? Апостол Павел говорит, Он нас усыновил по своему доброму желанию. Посмотрите, как говорит он. По своему доброму желанию в пятом стихе. И воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. Апостол Павел обыгрывает очень интересную роль. Ведь когда мы были грешными, вот в самом таком тяжелом понимании, мы были не Божии. Во второй главе апостол Павел говорит, что мы были вообще мертвыми духовно. Что мы были врагами Бога. Мы были вообще на стороне другого, другой силы, врага Божьего. Отвергнуты. Но благодаря Иисусу Христу происходит что-то невероятное. Мы не должны быть в доме Отца. Мы отвергнутые. Но Бог делает что-то невероятное и как драгоценную жемчужину. Видя наше раскаяние, принимает и говорит, Ты мой возлюбленный. Бог избирал свой народ несовершенный. Язычники. Помните важный момент? Апостол Павел в послании Офесяна будет об этом говорить. Язычники в то время себя чувствовали отвергнутыми. Еврейский народ поднимал свой статус и говорил, Мы особенные люди. Мы избранные Богом. А вы даже, если и придете к Богу, то вы люди другого сорта. И тут Павел в этом послании ломает все и говорит, Христос разломал стену, которая разделяет нас. Языческий двор в храме и двор для иудеев. Мы стали одним народом. И Бог не смотрит на кого-то, а иудея говорит, Вы особенные, а вот эти люди другого сорта. Мы теперь все Божий народ были грешники, усыновил, стали Божьими. Блудный сын в нашей истории в Евангелии от Луки это усыновленный сын. Помните, как сказано? Пропадал и нашелся. Был мертвым и что? И воскрес. Мы с вами усыновленные. Когда Бог лично каждому из вас через вашу веру одевает вам печать власти и говорит, Ты теперь мой сын. Отдает обувь праведности и говорит, Я не смотрю на то, как ты прожил ту жизнь с грязными ногами. Я одеваю тебя в эту новую обувь. Я даю тебе новую одежду. Прощение. Я покрываю все то зло, что было. Вот что делает усыновление. Третий момент. Искупление. Апостол Павел говорит нам о том, что мы благодаря усыновлению получили искупление, выкупили нас. Апостол Павел играет на теме рабства. Были рабами греха, а теперь мы стали спасенными для жизни вечной. Были рабами греха и смерти, теперь обрели надежду на воскресение. Нас выкупили. В Библии цена раба варьируется 20 серебряников, помните Иосиф, и 30 серебряников во времена Иисуса. Цена, наша цена, цена раба. Но ту цену, которую Бог заплатил за наше освобождение, не сравняется с 30 серебряников. Сын Божий. Понимаете наш статус? Почему мы особенные? Потому что Бог нас выкупил не за 30 серебряников из рабства, смерти и греха, а выкупил смертью своего сына. Разве можно об этом вытереть ноги? Об это вытереть ноги. Разве можно через это переступить и сказать, да кто я такой? Да что мне дал Бог? Да что мне дает это христианство? Что это вообще? Бог умер за тебя. Бог умер за меня. Мы настолько для Бога драгоценны, как драгоценен для Него Иисус. А Бог для Бога Иисус был драгоценен. Как плакало небо, когда умирал Иисус. И как ликовало небо, когда Он воскрес. Те же чувства Бог дает и нам, когда мы стали с Иисусом. Четвертое преимущество или благословение, которое дает нам Господь, когда мы читаем в нашем отрывке, это прощение грехов. Если кто-то говорит, что грехи – это не так страшно, посмотрите на расслабленного человека, который лежал у порога, которому никто не мог помочь. И когда Его четверо друзей принесли Его и через крышу опустили, Христос, посмотрев в сердце этого человека, не сказал то, что ожидали другие. Встань и ходи. Помните, что Он сказал? Самое важное – прощаются тебе твои грехи. Давид, который был и праведным человеком, но в то же время и был человеком несовершенным, в 31-м псалме сказал слова «Блаженны, кому прощены все грехи». Счастлив тот человек, кому Бог прощает. Наверное, кто знает, что такое грех и каковы тяжелые последствия и каково глубокое чувство вины, понимая то, что говорит здесь Господь. Прощаются тебе твои грехи. Почему-то я хочу вспомнить облуднице из 8 главы Евангелия Теана, которую готовы были побить камнями. Христос ей говорит одну важную фразу «Я не осуждаю тебя». Он прощает ее. «Иди и больше не греши». Тут весь позор, весь город знал о ней. Тут камни уже были подняты, а тут звучит фраза «Я не осуждаю тебя». Друзья, Бог говорит «Я не осуждаю тебя». Люди ходят к психологам, платят огромные деньги, чтобы снять с себя чувство вины. Пишут какие-то свои пороки, сжигают эти бумаги, находят разные какие-то психологические методы, чтобы как-то забыть о чувстве вины, о том, что он сделал. И в конце концов, все равно они избавляются. А тут Бог говорит тебе «Ты особенный, потому что я простил тебя и снял с тебя эту вину. Теперь я на тебя смотрю, как на праведного». Ты особенный, ты прощенный. Как по-другому, наверное, жила потом эта женщина. Как по-другому она жила, как особенная. Раньше она была особенная, потому что она блудница. А теперь в глазах Бога она стала особенная, потому что она прощенная. Еще одно пятое благословение, которое дает нам Господь, благословение небес, это то, что Бог с нам поделился тайной. В древности люди искали знания и мудрости. И считалось, что человек, который обладает мудростью, к нему ходили, чтобы узнать эту мудрость. Царица Савская не зря шла к Соломону, потому что Соломон считался мудрым человеком, знающий тайны и открывающий их. Господь поднял нас статус и сказал, я не называю вас рабами, я называю вас друзьями, потому что друзьями я говорю все. Бог нам открыл тайну, которую не все понимают. Послание Ефесяна, 1 глава, 9 стих. Он открыл нам тайну своей воли. Он сделал это по своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. Бог, который находится в тайном свете, делится этой божественной тайной с нами. Павел объясняет эту тайну так. Первое – это тайна спасения. Благодаря Святому Духу Бог открывает нам, как нам можно спастись. Тайна спасения через веру в Иисуса Христа. А другая тайна, здесь говорит апостол Павел, это единство неба и землей. Когда мы понимаем, что мир не завязан только на земле. Когда мы понимаем, что есть еще и небесный мир. И когда мы понимаем, что мы становимся частью этого небесного мира. И поэтому мы готовы быть верными Богу. Потому что для нас небо – реальность. Помните, как смеялись над Авраамом? Избранный, хороший ты избранный. Имеешь обетованную землю, где твоя земля? Должен быть отцом народов, где твои дети? Где эти потомки, как звезды? Сколько было насмешек о том, что он Авраам, князь, отец множества, а на самом деле имел только одного сына. Обладает землей, а земля не его. И он просит, пожалуйста, дайте мне землю, чтобы я мог похоронить свою жену. А вы помните, как потом скажут об Аврааме? А Авраам имел тайну. Он был, проникся тайной Божьей. И послание к евреям, помните, что скажет? Он ожидал, скажите, чего он ожидал? Небесного города. Он понимал, что эта земля, которую даже Бог ему завещал, его потомкам, это не конец, что есть нечто большее, настоящая земля, обновленная земля с новым городом, с Иерусалимом. Вот куда он хотел войти. И поэтому он говорит, вы имеете благословение. Вы можете быть верны Богу, потому что вы видите небо и понимаете, что небесный мир – это не сказка, а настоящий мир. Шестой момент. Апостол Павел говорит, мы наследники. Благословение небес – это быть наследником. В нем вы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Бога, совершающего все в мире согласно своей воле и своим целям. 11 стих. Наследие Авраама – земля. Наследие Израиля – земля. Они делили эту землю, спорили за эту землю. Когда апостолы пришли к Иисусу, они думали, что у них будет перераспределение земли. Помните, он говорит, если мы пойдем за тобой, сколько земли у нас будет, сколько домов у нас будет, да? Господь открыл им тайну. Мы становимся наследниками другого порядка. Мы наследники такие, как левиты. Помните, левитам не дали участка земли. Но им сказали, ребята, вы настолько больше наследники, чем все, кто есть в Израиле. Священник носил табличку «Святыня Господня». И Бог провозгласил самое большое наследство, которое есть у левитов. Скажите, какое наследство? Это Ялт говорит. Бог – ваше наследство. Через призму мирской жизни кто-то скажет, Бог обделил левитов. И книга «Судьи» нам рассказывает историю, как один левит от несчастья пошел там служить другим богам, потому что он не мог ничего заработать. Но Библия нам дает призму, через эту призму очень важный урок. Бог показал, что самое большое наследие – это не земля. Мы на ней живем очень мало. Самое большое наследие – это быть Божьими. И вот апостол Павел говорит, друзья, большое благословение, которое вам дает Господь, нам дает Господь. Мы – наследники. Не этой земли. Она разрушится, она сгорит. И мы понимаем, что это будет очень-очень скоро. Те факты, которые мы услышим, о том, как тают ледники, как происходит землетрясение, как идут разные штормы, цунами. Мы понимаем, что вот оно где-то уже при дверях. И мы понимаем, что земля не может быть нашим наследием. Самое большое наследие – мы Божьи. И мы обретем землю, когда увидим Господа. Седьмое, последнее. Мы запечатлены Святым Духом. Бог подарил нам величайший дар. Это ключ, который открывает нам тайну Божию. Это ключ, который дает возможность нам чувствовать себя прощенными. Это ключ, который помогает нам чувствовать себя уверенными, особенными. Это ключ, который помогает нам чувствовать себя радостными, даже в самых тяжелых испытаниях. Дух Святой, который нам дает Господь. Апостол Павел пишет, что этого Духа нам Бог дал как залог того, чтобы мы уверовали, что мы наследники. Это залог. Залог нашего спасения и нашего искупления или воскресения из мертвых. Апостол Павел еще раз нам завязывает и говорит, мы в чем особенность? У нас есть Дух Святой, верующий, если умрет, оживет благодаря наследию, благодаря Святому Духу. Мы катимся в огромную пропасть, где эта пропасть будет перемалывать кости миллионов людей. Библия нам предсказывает огромные столкновения, войны, болезни, голод и моры. Мы знаем, что христиане умирают и от ковида. Не все, к сожалению, выздоравливают. Но мы не знаем, что нас ждет еще впереди. Я читал отчет одной из европейских стран, отчет разведки. Они говорят, мир готовится к войне. Все страны, большие игроки готовятся к большой войне. Мы не знаем. Они делают разведку, они видят, как работает политика, как работает военная, что происходит с экономикой. Мы не знаем. Но наша особенность будет в том, что не бункер будет у кого-то, где он будет прятаться, а что мы имеем Святого Духа, как главное наследие, которое нам дает Господь, залог искупления. Итак, семь благословений, которые дает нам Господь. Избранность. Усыновил, искупил, простил грехи, открыл тайну своей воли, сделал наследниками и, самое главное, запечатал. Апостол Павел именно делает такую форму. Запечатал нас Святым Духом. Вы знаете, благословение, которое нам дает, это же не значок, который я ношу. Я благословен, у меня есть значок. Апостол Павел в своем послании говорит, что благословение имеет некое обязательство. В четвертом стихе он говорит, он нас благословил этими благословениями, чтобы нам быть святыми и непорочными перед ним. То есть, я благословил вас, чтобы мы были иными. У меня в институте были друзья, которые ходили в харизматическую церковь. И они как-то хвастались, что вот мы же Божьи дети. Говорит, мы когда в маршрутке едем, мы не платим. Мы выходим и говорит, пусть Бог заплатит. И уходили. Я понимал, как челюсть опускалась у водителя, когда он думал, кто же потом будет платить. Но это тот момент, когда Библия говорит, честный и непорочный. Когда Библия говорит, что наш Небесный Отец предусматривает, чтобы мы были верны Ему и себя вели по отношению с людьми, честный и непорочный. Следующий момент он говорит, в чем суть этого благословения. Оно должно быть видимо. В первой главе, в 12 стихе он говорит, чтобы первыми возложив надежду на Христа, мы первыми возложили надежду на Христа, мы и других побудили восхвалять Ему славу. Это перевод Кулакова. Немножко Павел запутал, но вот он говорит, если мы первыми нашли эту надежду, то наше призвание других побудить, вот стать вторыми, кто обретет надежду на Христа и восхвалит Господа. Статус привлекает. И пусть, возможно, мы не настолько дорого выглядим, но когда люди видят в нас честность, праведность, стержень духовный, это привлекает. И поэтому он говорит, пусть они также обретут надежду и восхвалят Господа. И третий момент, для чего нам Бог дает эти благословения, в 14 стихе, чтобы мы воздали славу Богу, который является залогом нашего будущего наследия искупления и тех, кто принадлежит Ему для похвалы Его славы. Мы здесь благословенны, чтобы восхвалять Бога. Чтобы люди не говорили, да что он говорит одно, живет по-другому. Это порочит Бога. Мы говорим, что я благословенный и выхожу из маршрутки и говорю, пусть Бог разберется с тобой. Для славы Его. Итак, то, что нам Бог дал, благословение несет то, что мы должны быть святыми и непорочными. Второй момент, чтобы мы могли другим дать надежду. И третий, чтобы люди, видя нас, видели в нас славу Божью. Завершение. Все, что я рассказал, имеет одно важный центр. Апостол Павел в каждом стихе говорит, слушайте, все эти благословения, о которых говорит Господь, благословения небес, работают только в одном случае. Во Христе. Без Христа их нет. Во Христе. Апостол Павел, в нем мы получили, через него мы имеем, во Христе мы обретаем наследие, искупление, прощение, центр жизни Христос. И поэтому апостол Павел в конце своего послания, вернее, в первой главе, в третьей главе, он будет умолять и просить нас, он будет говорить, я молюсь, я молюсь о вас, дорогие друзья, молюсь, чтобы вы познали Христа, чтобы вы познавали Его, чтобы Дух Святой утвердился в вас. И в третьей главе, он говорит, чтобы вы познали любовь к Христову, широту, глубину, высоту. В этом суть христианства. Благословение не в том, что я что-то получил и хожу с этим значком, опять повторюсь, я благословенный, а в том, что я знаю Иисуса, я в Иисусе, и я люблю, как Иисус. Каждый день, как Христос. Вот я несу хвалу Господа. Поэтому апостол Павел в завершении этого послания призывает нас, помните, мы на войне, силы небесные ополчаются против нас, мы болеем, попадаем в аварии, нам случается что-то плохо, мы опускаем руки, мы думаем, что Господи, где же ты? Но помните, вы особенные, вы на войне и Бог на вашей стороне. Поэтому мы на войне духовной, мы воюем не против людей, не против свекрови или тещи, или жены, или начальника, которые ополчаются и что-то делают для нас специально плохо. Он говорит, мы воюем не против людей, 6 глава, я уже к ней перешел, а против сил небесных, духов злобы. Поэтому Павел говорит, облекитесь, помогите, во что? Во всеоружие Божье. Возьмите меч Слова, оденьте шлем спасения, уверенности, что я в Боге спасен, облекитесь в броню праведности, примите Христа, как своего спасителя, и что он вас прощает. Пояс истины, то есть будьте на твердых христианских основаниях, ноги благовествования пусть будут у вас. Будьте воином, вы особенные, вы особенные. Когда говоришь проповеди об особенности, то вспоминается рассказ Макса Лукада, который так и называется «Ты особенный». Возможно, кто-то смотрел мультфильмы. Молодые поколения смотрели мультфильмы. В детстве ваши родители должны заставлять были посмотреть, да, что-нибудь, в субботу. Помните историю про этого Панчинелла? Человек, которого вешали ярлыки, который был неуклюжий, который был, ну, не такой, как все, но по-плохому не такой, как все. Над ним смеялся весь город. Город процветал, мэр был богатый и толстый. И все смотрели на мэра, ему вешали, помните, звезды. А Панчинеллу вешали черные отметки. Но там была удивительная девочка, которая была особенная, искупленная, прощенная, избранная, имеющая печать Бога. И у нее была особенность. Панчинелла на нее обратил внимание, что когда на нее жители города и мэр говорили какие-то плохие слова, вешали ярлыки черные. Помните, что происходило? Они не клеились. Все отпадало. И она вставала и шла дальше. Это настолько увлекло Панчинеллу, что он пошел за ней узнать, как так можно жить, не быть заклеванным, заплеванным, чувствовать себя униженным, что вот, ничего не работает в моей жизни. Она говорит, я просто каждый день, секрет мой, я каждый день хожу к мастеру, который создал вас, этих деревянных человечков. Я каждый день хожу к мастеру. И мастер говорит со мной, и когда я выхожу от мастера, ничто ко мне больше не лепится. Мастер говорит мне, что я особенное. Хочешь к мастеру? Панчинелла сказал, я хочу. Он встретился с мастером, он встретился с Иисусом. Там спали все эти наклейки, все эти травмы, детство, унижение. Все, все, что было у него, все спало, потому что его избрали, с ним говорили, его искупили, его простили, его омыли, его очистили, его запечатлели Святым Духом. И он стал другим. И уже Панчинелла шел в этот мир и прославлял Бога. И люди могли через него узнать о мастере. Дорогие друзья, если тебе плохо, заходи к мастеру. Если ты чувствуешь, что мир над тобой издевается, зайди к мастеру. Он поднимет твой статус. Ты особенный. Ты особенный. Он тебе скажет это. То, что я буду говорить, что ты особенный, тебя никак не впечатлит. Но то, что скажет тебе мастер, то, что скажет тебе Святой Дух, убедит тебя и скажет, что ты особенный, ободрит тебя и укрепит тебя. И помни, земные благословения сгорят. Рано или поздно небесные останутся навсегда. И Бог нас благословляет небесными благословениями. За них держись. Пусть мастер укрепит тебя. Держитесь за него и заходите к нему. Вы особенные. Помните это. Давайте помолимся. Благодарю тебя, Господь, за то, что сегодня мы могли укрепить свою веру. Понять, насколько мы особенные в твоих глазах. И пусть мир, возможно, унижает христианство и наш статус. Пусть мы сегодня будем смотреть не на этот мир, а на тебя, Господи. Пусть мы осознаем, какие мы особенные в твоих глазах. Как велик ты, Господь, и как велики мы в твоих глазах через Иисуса. Господи, молюсь сегодня о тех, кому плохо. У кого опустились руки, у кого вера затухла. Господи, пусть они войдут к мастеру. Укрепи их, пожалуйста, и подними их веру. Пусть глаза загорятся от любви Твоей, Господи. А ты сознательно,